Аксом 420. Низкопольный троллейбус производства Белкомунмаш относится к четвертому поколению троллейбусов, разработанных заводом. Троллейбус в ранних модификациях имеет 35 мест для сидений, из них 29 стационарные и 6 по правому борту откидные. Это сделано, чтобы увеличить вместимость машины в час пик. Всего салон может вместить 115 пассажиров. Габариты троллейбуса соответствуют принятым стандартам. Длина – 12,79 метра. Ширина – 2,5. Высота – 2,86 метра. Кузов изготовлен из композитных материалов. Машина оборудована электрическим выдвижным пандусом и системой приседания до уровня тротуара. Салон оснащен системой климат-контроля, поэтому форточек в окнах нет. В более поздних образцах форточки появились. Благодаря разработанным на НПО энергии конденсаторным батареям троллейбус может проехать не менее 5 километров с полным салоном без контакта с проводами. Это позволит в случае необходимости объезжать дорожные заторы или иные препятствия. В городах Белоруссии, Минск на улицах Минска АКСМ-420 впервые появился в сентябре 2008 года. Первый экземпляр данной машины поступил в троллейбусный парк номер 2 на 2 месяца с целью опытной эксплуатации и работал на маршруте номер 3. Затем был возвращен на завод. Регулярные поставки АКСМ-420 в Минск начались в 2009 году. В период с мая по сентябрь 2009 года поступило 5 троллейбусов, работают на маршрутах номер 7, 48, 54, 60, Могилев. С целью ознакомления с новой моделью летом 2009 года АКСМ-420 отправлялся на непродолжительный срок в Могилев. Витебск летом 2009 года АКСМ-420 отправлялся в Витебск на время Славянского базара. Пресса писала, троллейбус так полюбился и пассажирам, и водителям Витебского ТТУ, которые прошли на нем стажировку, что скорее всего в Минск он не вернется. Сейчас городскими властями рассматривается вопрос о покупке Витовта. Однако, троллейбус был возвращен на завод и о его покупке больше не упоминалось. Гомель. 15 декабря 2010 года в Гомеле состоялось торжественное открытие новой троллейбусной линии, проходящей по улице Могаренко, Сверидовой и Чечерской до конечной остановки, микрорайон Кленковский. По новой линии направлены троллейбусы маршрутов номер 9, 16 и 17. Первым троллейбусом на 16 маршруте стал АКСМ-420-030 витовт. Однако в Гомеле он больше не эксплуатировался и в конечном итоге оказался в Калининграде, за пределами Белоруссии, Москва. В сентябре 2007 года находился в выставочном центре Крокус Экспо. Также принимал участие в выставке Кэмп Транос 2008 в апреле 2008 года. Впоследствии возвращен на завод Санкт-Петербург. 20 июня 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась презентация троллейбуса АКСМ-420 витовт. Машина осталась в городе для обкатки и проведения испытаний, но из-за длинной базы была возвращена обратно на завод Пловдев. В октябре 2008 года принимал участие в торгово-промышленной выставке в Пловдеве. Впоследствии именно эта машина была отправлена в Ковров, где после двухлетних безуспешных попыток ввести ее в эксплуатацию следы ее теряются к Ковров. В феврале 2009 года в ходе предвыборной кампании Ковровский депутат Сергей Канин приобрел один троллейбус АКСМ-420, который использовался в качестве его предвыборного штаба. Троллейбус долгое время не был принят на баланс-депо, несмотря на то, что стоял на его территории и на линию не выходил. Впоследствии согласие главы города, муниципальное предприятие управления троллейбусного транспорта выкупило машину, и троллейбус вышел на линию. Эксплуатация в основном проходила по маршрутам номер 2 и номер 4. В октябре 2010 года после длительного простоя и последующего ремонта началась его откатка, после чего машина вернулась на маршрут номер 4. В январе 2011 года троллейбус уже не эксплуатировался ввиду нескольких поломок и находился на территории троллейбусного депо. В ноябре 2011 года по решению арбитражного суда Владимирской области троллейбус передан МСФРК, уплаченные за него средства возвращены МУПУД. По состоянию на март 2014 год троллейбус возвращен на завод Вена. В июне 2009 года принимал участие в выставке в Вене, Казань. 25 сентября 2009 года в Казань отправлен на испытание троллейбус Аксом. 420. 23 октября вышел на обкатку. 9 ноября вышел на линию по маршруту номер 21. Испытания показали низкую надежность машины и в 2011 году она была отправлена обратно на завод Ашхабад. Осенью 2009 года в Ашхабад поступил троллейбус Аксим 420-030. Отличительными особенностями ашхабадского экземпляра являются салатовый цвет, отсутствие откидных сидений, наличие накопительной площадки напротив первой двери, наличие форточек. Из-за неизвестных причин троллейбус возвращен обратно, откуда и был вскоре передан в Вильнюс. Вскоре прекратила существование и сама троллейбусная система Вильнюс. Летом 2010 года в Вильнюсе проходил опытную эксплуатацию троллейбуса Аксим 420-030. Работая на разных маршрутах под номерами 1137 и 1137, в регулярную эксплуатацию не пошел. Возвращен на завод Рига. В сентябре 2010 года троллейбус был выставлен на выставке «Беларусь Экспо-2010». Однако приобретен не был и вернулся на завод «Калининград». 2 марта 2011 года Аксим 420-030, побывавший до этого в опытной эксплуатации в Ашхабаде, Вильнюсей Гомеле, прибыл в «Калининград». Троллейбусу присвоен номер 401. На начало 2013 года в «Калининград» поступило в сумме 12 Аксим 420-030 номера 401 до 412 «Медельин». 1 декабря 2011 года в «Медельине» состоялась презентация троллейбуса Аксим 420, экспериментальная линия на территории университетского городка, просуществовала около двух лет. В марте 2014 года троллейбус возвращен обратно на завод «Террасполь». В августе 2012 года Аксим 420 прошел обкатку на улицах города. В обкатке приняли участие президент Приднестровья Евгений Шевчук и мэр города Террасполя Андрей Безбабченко. Решено, что троллейбус будет эксплуатироваться на одном из центральных маршрутов. В октябре была получена еще одна машина этой модели «Тула». Период с сентября 2012 года по январь 2013 года партия из 10 новых троллейбусов марки Аксим 420-030 поступила в «Тулу». Белгород. 5 мая 2013 года в Белгород поступили первые два троллейбуса Аксим 42003 А. Всего троллейбусный парк города на протяжении 2013 года пополнили 20 троллейбусов данной модели. Все новые троллейбусы поставлены в бело-голубой цветовой гамме цвета флага Белгорода. По решению городских властей весь транспорт, который будет закупаться в будущем, также будет выдержан в этой двухцветной окраске. Курск. В июле 2013 года троллейбус был выставлен на Курской корейнской ярмарке и было объявлено о покупке пять экземпляров, которые должны выйти на маршруты Курска в сентябре 2013 года. Кишинев. В июле 2014 года один троллейбус данной модели был укомплектован в Кишиневе. Машина находится в опытной эксплуатации. Продолжение следует.